Исполнительные и законодательные органы Тюменской области приняли ряд мер и организационного и законодательного характера, направленных на минимизацию последствий коронавируса как для населения, так и для бизнеса в Тюменской области. В частности, все депутаты областной думы внесли изменения в законодательство, которые позволили ежемесячно выплачивать определенные суммы для семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Кроме того, мы учредили так называемый региональный материнский капитал, который выплачивается при рождении или усыновлении первого ребенка. Мы своим законодательством увеличили материнский капитал для семей, имеющих трех детей и при рождении последующих детей в том числе. Разумеется, мы принимали меры не только по защите семей, имеющих детей, но были обеспечены определенные меры по защите безработных, а также по защите лиц старше 65 лет, болеющих хроническими заболеваниями и соблюдающими режим самоизоляции. Естественно, мы не могли пройти мимо нужд медработников. В частности, была увеличена зарплата, это потребовало внесения изменений в бюджет и медработников, и работников социальных служб, а также других категорий населения. И естественно, что мы были обеспокоены положением дела, которое складывается в бизнесе, поэтому был сформирован целый пакет законов, который в значительной степени снизил налоговую нагрузку на представителей именно малого и среднего бизнеса. Естественно, коронавирус не освободил нас от текущих дел, поэтому мы проводили и заседания Думы, и заседания комитетов, и другие мероприятия с использованием режима видеоконференц-связи, в том числе совершенствовали и работу по приему населения. В целом, областная дума с планом законопроектных работ прошлого года справилась, на мой взгляд, успешно.